Всем привет! Тема сегодняшнего урока – создание автоматического генератора какао-бобов. Многие из вас, наверное, знают о подобном генераторе только для выращивания пшеницы. Данная схема очень похожа. Меня попросили ее сделать, я, конечно, не вижу, что здесь сложного, особо морочиться не стал, и вот что у меня получилось. Такое достаточно небольшое здание, и внутри похожая система. Слева у нас расположены какао-бобы, справа – костяная мука в раздатчиках. Там расположен кусок джунглового дерева. Берем один какао-боб, встаем посередине, примерно чуть дальше раздатчиков, направляемся в нижнюю часть и начинаем зажимать правую кнопку. У нас автоматически генерятся какао-бобы. Процесс не особо быстрый, я специально его замедлил, потому что, как выяснилось, в СМП иногда это подглючивает, а так все-таки обеспечил стабильность. Когда нам это дело надоедает, или мы набрали необходимое количество, забираем отдельные элементы, которые могли выпасть вот сюда, выходим наружу, и здесь остатки урожая уже смыло водой. Все, вот мы набрали уже 40 какао-бобов. Теперь давайте посмотрим, как все это дело построить. Итак, с чего мы начнем? Строить я буду стараться из разноцветной шерсти, для наглядности. Естественно, использовать можно любые обычные блоки. И начнем мы с постройки канала для воды, которая будет вымывать наш лут наружу. Выглядит это следующим образом. Строим такую небольшую конструкцию, 5х6 блоков, которая выглядит похожей на букву Я. Вот так. Далее, если есть возможность, ставим лед вот сюда. Это не обязательно, просто ускоряет доставку ресурсов. Здесь две клетки, их можно не ставить. Ресурсы все будут падать вот сюда. Затем ставим вот в эту точку источник воды. Он должен заканчиваться как раз на выходе нашей схемы. Далее, устанавливаем кнопку. Вот в это место, это будет кнопка аварийного сброса схемы. При постройке или в процессе эксплуатации схема иногда сглючивает и, соответственно, нужно ее сбрасывать. Затем, отступаем вот здесь один блок, ставим на блок выше и прокладываем два кусочка редстоуна. Это у нас сигнал от кнопки. Рядом с поставленным блоком ставим липкий поршень и блок напротив него. Второй липкий поршень идет вот сюда, над нашим пустующим местом. Рядом с этим поршнем, он у нас основной, мы будем ставить джунгловое дерево. Вот так. Теперь перейдем к проводке. Оставляя вот это место свободным, выстраиваем дорожку вот так и прокладываем редстоун. Вот здесь, на блок с редстоуном, ставим красный факел. У нас выдвигается основной поршень, это его рабочее состояние. Далее строим бат-свич на основе уже вот этого поршня. Ставим красный факел вот сюда. То есть, отступая один блок, опять же, от перемещаемого блока. Затем, вот здесь, поднимаемся на блок выше, ставим факел, над ним еще блок и один блок в сторону поршня. Ну, точнее, не один, а продлеваем дорожку вот так вперед. Здесь ставим повторитель и протягиваем линию с красного камня. Вот мы закончили наш бат-свич. Теперь, когда мы будем устанавливать вот сюда какие-то предметы, то есть будет происходить обновление бада, у нас схема, как видите, первый раз бат срабатывает вот так, на второй раз снова срабатывает бат и уже срабатывает основной поршень, сдвигая, соответственно, джунгловое дерево и давая возможность скинуть урожай в поток воды. Что нам теперь остается? Надо как-то разместить раздатчики. Давайте это сделаем следующим образом. Ну, во-первых, ограничим рабочую область. Так, наверное, будет удобнее. Вот здесь, прямо за потоком воды, ставим цельный блок, отсюда мы будем производить все наши манипуляции. Рядом с этим блоком ставим один раздатчик на уровне головы игрока, и напротив него нужно поставить второй. Но для начала подведем к нему дорожку. Вестись она будет вот отсюда, то есть рядом с красным фахелом. Поднимаем на один, еще на один, и проводим дорожку Редстоуна вот так. Здесь также вытягиваем линию, ставим наш второй раздатчик. Второй раздатчик подключается следующим образом. Здесь повторитель и два кусочка Редстоуна. Вот этот повторитель фактически только замедляет работу схемы, чтобы избежать глюков. Но в том числе я решил, что удобно будет его использовать для того, чтобы поставить лампу. Лампа это элемент необязательный, но она помогает освещать внутреннее пространство. Ну и просто так мне показалось будет красивее. Вот наша схема, в принципе, уже готова. Все, что нам остается, это надо закрыть все лишнее и проверить, как она работает. Давайте использовать обычный камень. Размещаем блоки вот здесь. В процессе закрывания у нас, разумеется, бад свитч будет срабатывать, но это не страшно. Не обращайте на это внимания. В процессе уже можно будет бад свитч сбросить той самой кнопкой, которую мы вот здесь внизу поставили. Закрываем поток воды, закрываем здесь все. Но, разумеется, нужно скрыть весь редстоун. И теперь вторая тонкость. Когда мы делаем нашу рабочую комнату вот здесь, нужно помимо вот этого блока поставить два полублока вот так наверх. Для чего это сделано? На самом деле разгадка простая. Какао-бобы, в отличие от пшеницы, при срывании, если так можно сказать, могут отлететь достаточно далеко. Если какао-боб отлетает в сторону игрока, то игрок сбивается с ритма и наша цепочка генерации как бы прерывается. Поэтому, чтобы какао-бобы далеко не разлетались, я ставлю два полублока сверху и один блок вот так снизу. Теперь нужно сбросить схему, чтобы она перешла в рабочий цикл, и давайте проверим ее в работе. Возьмем какао-бобы, возьмем костяную муку и попробуем. Ставим какао-боб, он остается на месте. В этот момент срабатывает правый раздатчик, выкидывая в нас нашу муку. Используем муку, какао-боб падает вниз, разбиваясь на части, и срабатывает уже левый раздатчик, давая нам следующий элемент какао-бобу. Вот, в общем-то, и все. Вся схема в работе. Как видите, все достаточно несложно. И, пожалуй, единственное, что здесь можно сказать, это то, что стоять в упор, в общем-то, нежелательно. Отдельные какао-бобы могут, теоретически, вылететь вот в это узкое отверстие. И поэтому стоять лучше чуть-чуть дальше. Так, чтобы условно видеть середины блоков раздатчиков. Как-то вот так. Ну и направляться, естественно, чуть выше границы вот этого блока. Надеюсь, данная схема вам понравилась. Честно говоря, большого смысла в таком генераторе не вижу. Но он позволяет получить сразу много ресурсов. На этом на сегодня все. Большое спасибо за внимание. Не забывайте оставлять ваши комментарии, оценки, подписываться на канал. Пока!